хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя тарасов николай андреевич год рождения 1 февраля 2001 года рождения 21 года до контракт контракт со срочки на контракт пошли до 20 году я пошел на срочную службу контракт подписал 1 июля 21 года какие войска мотострелковый полк дивизионной артиллерии артиллерии до должность старший наводчик старший наводчик до погоны рядовой рядовой на сами откуда родом с белгородской области поселок или села села какое дальний ленинг семья мама папа два брата старших два брата да мама папа чем занимается в жизни мама у меня на пенсии отец ну в газовой службе работает сколько обещали на контракт зарплату сколько обещали обещали изначально много как всегда всем делают тысяч сорок пятьдесят получал по факту 30 у меня выходило при заходе в украину сколько когда заходил в украину обещали почти 200 тысяч там 180 в итоге платили 130 вроде как это не всем вот с моего дивизиона трем людям не платили мне еще ду когда защитил украина 2 2 марта и попали в плен когда 11 сентября а где заходили харьковская область до до харьковское направление заходили со стороны валуек а где стояли населенный пункт село новая гнилица это харьковская область до вы артиллерист какая установка сау 2 с 3 это 152 калибра до акации акации какие задачи ставились но задачи ставились изначально мне не по наводке я занимался сначала приемом пищи ездил получал еду потом раздавал это по людям а когда поставили уже наводиться то по координатам наводился и по приказу командира орудия совершалось много за смену два-три снаряда бывало чуть больше там в какую сторону стреляли сторону чугуевского направления то есть лупили по чугуеву да получается так спецоперация для вас ну вообще сказали то что спецоперация как она на самом деле а как на самом деле для вас для меня это полный бред то есть ну это и не спецоперация и не война здесь полная неразбериха потому что со стороны украины говорят одно вот по новостям ну нам же новости показывают рассказывают одно в россии когда находились рассказывают другое и поэтому хорошо давайте разберем тогда что такое спецоперация что такое война вот вы как военнослужащий должны это знать ну как по мне спецоперация это когда но в какой-то боевой задачи ну стоит определенная цель но при этом там есть какие ну определенные запреты например там ну не убивать на там гражданских примеру там ну не воровать еще что-нибудь а война это по сути правил никаких нет сейчас правило какие-то есть я не знаю я вас прошу вы же принимали участие так поэтому я говорю то что я сам не знаю правит правил же нету сейчас мародерствовали вот у россияне не знаю с нашего подразделения нет убивали гражданских откуда тогда столько смертей не знаю со стороны украины можно вот я говорю конкретно за свое подразделение мы говорим в общем 150 тысяч группировка может принимать участие в спецоперации не знаю не знаю это уже да а временные рамки какие то есть спецоперации временные рамки ну вот сколько должна длиться спецоперации тоже не знаю тоже нужно знать этого да вообще сказали то что ну мы будем стоять изначально но когда мы находились в полку нам сказали то что мы изначально будем стоять просто на границе мы никуда не поедем а почему армия после срочки ну я не после срочки подписал я во время срочки подписал но хорошо во время срочки почему так как у нас в области зарплаты маленькие и либо не так какой-то определенной стабильности но в плане выплат и отец мне вот ну сказал если хочешь можешь остаться попробовать и вот остался то есть грубо говоря безнадега да там в области да денег нет ну вот у меня отец в газпроме вот работает у него зарплата 20 тысяч хотя это ничего себе газпром там зарплата всего 20 тысяч и кормить семья нужно ну у нас частный дом да за дом там ну коммунальные некоммунальные плюс также продукты обуться одеться там все равно мало не хватает родные знают что как говорили когда шел украина сходил отец мне мать у меня и не в курсе была отец с братом говорили то что попробую отказаться там и так далее почему не отказался я пытался и не получилось а как пытался то есть просто немного объяснить но на украине когда находились не не получалось так что можно было взять отказаться потому что этого на твои отказы просто никак не реагировали нас даже ребята у которых контракт заканчивались просто никого никуда не отпускали то есть у человека закончился контракт он хотел уехать в россию домой а он дальше продолжал сидеть то есть никого не пускали а уйти куда это же недалеко харьковская область белгородская ну во первых знать бы дорогу а во вторых были слухи такие ну от ребят также то что ловили на границе и отправляли назад ну это опять же по слухам как она на самом деле там я не знаю путин для тебя кто президент российской федерации поддерживаешь в плане военной операции вот или нет а почему русские не могут сказать нет не знаю это нация терпел чтобы эта нация терпел не знаю много на ответы не знаю чем в жизни интересуешься то ничего в принципе служба дом дом службы но что смотришь что читаешь читаю про читал вконтакте просто ленту листал там общался переписывался на ю тубе разные видосики смотрел сколько километра вообще до харьковской области от того от той деревьи вообще до границы с украиной от моей на километров 200 это очень близко это близко я знаю что можно сказать о украинце украине ты ничего плохого зачем тогда так так я же говорю я хотел отказаться нас ни у кого не получалось хочешь что-то сказать украинцы только если конкретно за себя извиниться перед всей украины за то что вообще я сюда приехал и то что вот совершал выстрел россиянам россиянам ничего не хочу сказать почему а зачем им что-то говорить они мне ничем не обязаны я им тоже но они же пошли другую страну это твои как-то соотечественники я говорю конкретно за себя то что там остальные кто-то у каждого человека свое мнение что у них там в голове я не знаю политикой интересуешься кем политикой нет отец тоже как все равно голосовать ходит ты ходил выголосовать нет отец ну отец входит а кого поддерживать наверно за путина все за путина там наверно если за другого голоса могут быть проблемы в россии что опять же без понятия и политическая партия единая россия да возможно ты горд за армию расист нет ну потому что по крайней мере что я увидел какую технику дают даже взять вот эту спецоперацию вот какую технику сюда выдают могли бы ну давать что-то нормальное не гробы на колесах слабо российской коррупции в армии да есть коррупция в армии может быть и есть может и нет я не знаю гробы на колесах это вторая армия мира называется что да так факты нет без понятия как закончили ну 7 сентября нас как закончить пойму а как закончить тоже без понять это уже решать президенту россии президенту украины русские должны уйти с украинской земель я считаю что то чтобы просто это реально непонятно для чего это все вот я не знаю зачем ну русские вообще пошли на украину непонятно вообще что произошло для того чтобы начинать вот эту спецоперацию было нужно ли я без понятия где нацификация где милитаризация знаешь что это такое нет сперва объяснялась потом был такой термин говорили где сатанизации такого тоже не знаю бандаровцы есть бандаровцев я не увидел а кто такие бандаровцы вообще в своем представлении представление бандаровцы нету бандаровцев нет может есть под русский буду смотреть говорит он даже не знаю кто такие бандаровцы говорит не ну-ка как по мне вот но как я представляю то что бандаровцы это те кто слава там бандере и все за него топят там на украине вроде как считается же героем теперь уже даже и на восточной и на юге украине если большинство случаев было на западный теперь после того что сделали россияне да он герой для всех частей стал мне этого не известно поэтому но вы видели картинки когда украинские вас заходили в херсон нет по телику ну ты в курсе что херсон пришел под контроль украины ну что-то слышал там такое да вот там все люди кричали слова украине героям слова слова нации смерть врагам все бандаровцами стали там после россиян это как бы внутренней проблема страны правда это же не проблема россиян россияне должны в этом вот зарплатами разбираться они не хотят наверно не хотят зато украину лезут зато украина лезут но я говорю мне даже не давали разобраться со своими деньгами то что мне вроде как должны были заплатить а в итоге так и ничего не заплатить